Доброе утро! Доброе утро, Светлана! 72 ребенка я прочитала с начала года в Пермском крае. Скажите, пожалуйста, вот что делать первым, в первую очередь родителям, которые обнаружили, что дома ребенка нет, хотя он должен быть дома, что вещи, может быть, какие-то исчезли из дома? Ну, в первую очередь, конечно, нужно прозвонить знакомых, взрослых, родственников, друзей, возможно, учительницу, если ребенок был в школе. Ну, и если есть подозрение, что ребенок действительно ушел, пропал, нужно подавать заявление в полицию и не ждать чего-то. Вот скажите, пожалуйста, полиция принимает заявление, вот раньше было три дня, если человек не объявился, только тогда принимали заявление. Сейчас ситуация какова? В каких случаях они принимают это заявление? Они принимают заявление сразу в любых случаях, как по детям, так и по взрослым. То есть отказать не имеют права. Даже если ребенка нет, например, пару часов? Даже если нет пару часов. Потому что родители уверены, что он должен быть в это время уже дома, по всем абсолютно семейным графикам. Мы уже сегодня в сюжете рассказали о том, что родители вообще заранее должны подготовиться на все случаи жизни, иметь телефоны всех контактных лиц ребенка. Скажите, пожалуйста, вот благополучные и неблагополучные семьи, есть ли какая-то статистика, откуда чаще дети уходят? Не нужно думать, что дети чаще всего уходят из неблагополучных семей. Ничего подобного, дети могут уйти из любой семьи. То есть в каждой семье есть проблемы отцы и дети. И, соответственно, ребенок может уйти из любой семьи. Скажите, вот если, опять же, вот эта проблема отцы и дети, и родители, может быть, даже не отдают себе отчета в том, что она у них в семье существует, а ребенок пропал именно из-за этого. Как-то они как могут повлиять на ситуацию? Ведь ребенок просто никогда не захочет возвращаться в семью. Ну, во-первых, родители изначально должны заниматься, скажем так, профилактикой этого ухода ребенка из семьи. Вот не состоялось это. Вот уже уход стал фактом. У нас были случаи, когда родители обращались через соцсети, через телевидение к своему ребенку, чтобы он вернулся. То есть нужно искать подходы. Если знаешь, где ребенок находится, нужно как-то вот ходить. И, конечно, ни в коем случае потом не нужно угрожать, там, ругать ребенка. Нужно искать. Потому что это, прежде всего, проблема родителей. Безусловно. Это вина родителей. Безусловно. Психологи в этом помогают? Есть ли специализированные психологи, которые вот именно этой теме посвятили свою работу? Есть, помогают. И в нашей ассоциации по искрупавших детей, которая работает по всей России. И мы сотрудничаем с психологами. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы таких людей было больше. Они просто необходимы. То есть, если родители понимают, что вот, да, они написали заявление в полицию, полиция ищет, вы ищете, но они понимают, что ребенок, даже если услышит призывы, он не отреагирует на них, они могут к вам обратиться, и вы перенаправите к психологу. Да, они могут к нам обратиться. Скажите, пожалуйста, вот вы, волонтеры, когда подключаетесь к поискам? Мы подключаемся к поискам сразу, как к нам обращается родитель или полиция. Если обращение идет от родственников, мы, конечно, узнаем, есть ли заявление в полицию. Узнаем, можем ли мы принять участие, чем мы можем помочь. Потому что иногда громкие поиски, к сожалению, могут навредить, наоборот. Ребенок может удариться, убегая еще дальше, если увидят, что его так обширно ищут. Поэтому все это, каждый случай индивидуально. Еще, Светлана, скажите, напоследок, в принципе, каждый родитель на что должен обращать внимание? Что он должен знать о своем ребенке, чтобы предупредить подобные вещи? Вот в нашем сюжете, опять же, говорили, что надо вспоминать, какие мысли последние он высказывал. Но ведь лучше же не доводить до таких воспоминаний. Конечно, лучше не доводить до таких воспоминаний. Лучше всего, чтобы ребенок, если он, например, сидит в соцсетях, чтобы родитель мог заходить к нему на страничку, знал, что ребенок тут есть, чем он интересуется, что он постит у себя на страничке. Опять же, какие друзья у ребенка, с кем он общается. Интересоваться только оценками. Недальновидно. Недальновидно, да. Да, и опасно. Светлана, спасибо вам большое. Я желаю вам, во-первых, конечно же, удачи во всех тех уже поисках, которые вы ведете. Но вообще пусть их будет поменьше, правда? Спасибо вам. Хорошего дня. Вам, уважаемый, напоминаю, что сегодня в гостях была Светлана Неволина, координатор поисково-спасательного отряда поиска пропавших детей Пермь и Пермских краев. Знаете, пожалуйста, что такой отряд есть. Конечно же, я никому не желаю испытать те чувства, которые испытывают родители, которые оказались в ситуации, когда ребенок ушел из дома. Но на всякий случай запомните еще раз поиск пропавших детей Пермь и Пермский край. В интернете вы найдете координаты этого отряда. На всякий случай сохраните их где-нибудь под рукой. Удачного дня!